Хау, привет, пашистики! Сегодня мы с тобой отправляемся в настоящий парк развлечений, который находится в Питере, а точнее в Мазафака парк... Ой, в Маза парк... Да, вот, прошу прощения. И, конечно же, мы туда отправились так и в фурсьютах, а пока добирались до аттракционов, слушали дебютник группы Manrods. На этом альбоме найдутся песни практически на любой вкус и цвет о проблемах с психикой, пороках общества, о несчастной и счастливой любви, о наболевшем и не только. Всё это приправлено олдскульными гитарными рифами, самобытными грувами и мощным вокалом. Любителям хард-рока и альтернативного рока советую не проходить мимо. И да, чуть не забыл, барабанчик группы является фурём, не за горами выступления в Форсьюте. Разве это не ещё один повод заценить творчество ребят? Переходим по ссылочке в описании и слушаем альбом Побег Демона. А также не забываем подписываться на соцсети. Ну что ж, а теперь переходим к ролику. Рока печеньки, друзья, поехали! Мы немножко переживали, что нас могут не впустить в фурсьютах. Всё же хотелось снять что-то на канал, записать и смонтировать ролик на память. Ну что ж, ладно, попробуем пройти через охрану в плюшках. А что здесь можно делать? Тут можно шары катать. О, пойдём. Я знаю, где мы. Из-за плец. Тут вот, необходимо лопнуть 7 шариков. 7 дротиков, 350. Давай попробуем. Нет, пень. Дорого. Мне кажется, проще игрушку купить. А в таком месте вообще реально выиграть игрушку? 7 или 8 дротиков и нужно лопнуть 7 шариков. То есть нельзя промахиваться или за большую сумму всего одна ошибка? Вот ты хоть раз играл в такое и смог победить? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Мне реально интересно узнать об этом. Ты же ты так что-то нашла. А как играть? Так вот всё фанту. То есть мы заплатили деньги за вход и я счастливый пошёл во всё играть и всё трогать. Но как оказалось, не всё так просто. Тут всё платно? Ну, в плане именно автомата, да. То есть мы платим для того, чтобы платить? Добро пожаловать в Капиталин. А боулинг бесплатный? Боулинг, да, конечно. Пойдём боулинг сыграем. Первым делом мы решили поиграть в боулинг. Ну, хотя бы ничего дополнительно платить не нужно. Да и он как бы сразу при входе сильно заманивает. Невозможно пройти мимо. Размер обуви. Какой? Такой? А может такой? Вот такой. Вот видишь, везде какой-то подвох. Либо плати деньги, либо распространяй данные о своих лапках. Чё это за пельмени? Это носки наразовые. Так, у нас пельмени на ногах будут. Тут темно, я в курсюте, я ни черта не вижу. Это нормально. Нас отправили в самый угол, чтобы мы людей не пугали. Я арбузик хочу. Это мой арбузик. Как играть, я вообще не помню. Только один раз ходили с сыном учиться катать шары. Но если честно, то в тот день я больше думал о том, что мой сын там куда-то не укатился, нежели думал об игре. Короче, ты главный. Я ничего не понимаю, я буду просто кидать. Да, просто кидай. А как кидать? Я попал! Нет, я не смогла. Уже что-то, уже что-то. Так, мой арбуз в атаку. Всё, давай. Арбуз. На возле взяты попытки, ты бросаешь не один раз, когда все сбил кегли, а пока сбиваешь все кегли. Вот если ты вот сделал там пять раз подряд страйки, то ты пять раз подряд-то бросаешь. Там делаются рекорды. Да почему? Очень важно подобрать правильный шар. Если у тебя будет ментальная связь с дырявым круглым предметом, то и кегли будут очень легко сбиваться. Ты берёшь слишком хорошие мучи, у тебя они какие-то эти. У меня арбуз, а сразу его увидел. Берём сила. Первый. Да. Ты используешь мой арбуз, так нельзя. Прежде чем играть на счёт, мы решили чуток потренироваться. А дальше устроить беспощадное противостояние наших шаров. Сила арбузика. Нет, арбуз скатила. Он кривой. Да потому что вы его трогаете. Он хорошо работал. Вот опять мой арбуз пошёл в бой. Я его сломала. Зачем ты мой арбуз ломаешь? Он будто из фильма ужасов. Вот вон улыбка, нос и глаза. А ещё чубчик. Блин, да у тебя реально получается хорошо. Тогда сыном мы играли на дорожке, где были бортики. Теперь же мы играем без них. Так намного интереснее, сложнее и больше эмоций, когда получается выбить страйк. Ну что ж, пора играть на счёт. Моя еноть и удача в этот раз была на моей стороне. Смог победить аж два раза. И да, в боулинге можно было залипнуть на весь день. Игра очень прикольная. Но всё же решили дальше изучать местность и посмотреть во что ещё можно поиграть. Я тебе говорю, такие были уровни. Это пизоплекс. Ну, по-моему, реально намного легче. Пока мы ходили и думали во что бы ещё поиграть, нашли симулятор терпилы. Ты должен держать руками два вибрирующих железных стояка. И не отпускать их, пока не бьют тебя током. Но ничего тогда, звучит интересно. Замечательный аттракцион. Короче, это испытание. Тут будет сейчас током есть. Две тысячи вольт я должен выдержать. Не работает. Дальше слишком впечатлительных прошу отойти от экрана. От мощи этой штуки мне оторвало лапу. Я уже рассказывал, что занимался баскетболом? Если нет, то вот теперь ты знаешь об этом. В общем, я решил поделиться своими навыками стакой. И показать, как правильно нужно кидать мяч в кольцо. Это что было? 15 минут позже. Первый раз. Ты молодец. Вот знаешь, меня часто спрашивают, сложно ли что-то делать в фурсюте. Как видно за рулем, каково это играть на гитаре и так далее. Сейчас я тебе покажу яркий пример разницы. Когда ты делаешь что-то в фурсюте и без него. А примером будет настольный теннис. Дальше. Урагаем. Субтитры сделал DimaTorzok В фурсютах все соревновательные игры становятся намного веселее. Со стороны выглядит мило, да и играть намного сложнее. А вот ты играл в какие-то подобные игры в фурсюте? Субтитры сделал DimaTorzok Теперь же пришло время узнать, чья же лапка самая быстрая. Неумолимый бой между жмакалкой хорька и енота. Субтитры сделал DimaTorzok Да, мы кидали опасные острые предметы, но при этом почти ничего не видели. Но сразу скажу, никто не пострадал. Но я не уверен. Ну, я не видел. Ну, у вас дротик упал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok